Бакинские армяне, прославившие город и вычеркнутые из его истории. Бакинские армяне – уникальное явление. Община, которая состоит из представителей армянской нации, поколениями проживающих в этом когда-то интернациональном, веселом, вкусном, во всех смыслах этого слова, городе. За несколько веков культура этого армянского сообщества впитала в себя, кроме исконноармянских, еще и русские, персидские и другие традиции. Армяне проживали на территории этого города еще в 8 веке, поэтому культура этой армянской общины уникальна. Трудно переоценить роль и невозможно перечислить всех армян, внесших свою лепту во все достижения Азербайджана. Своим интеллектуальным, творческим и физическим трудом армяне внесли немалый вклад в достижения страны и его многонациональной столицы Баку во всех сферах деятельности. В своих фильмах мы не единожды рассказывали об истории армянского Баку, о причинах случившейся трагедии бакинских армян. Сегодня мы бы хотели рассказать о людях, о тех выдающихся армянах, принесших славу этому городу. Многие из них до сих пор говорят про себя. Я бакинский армянин. Несмотря на то, что их труд, их взнос, их вклад в Баку забыт, вычеркнут из истории города властями современного Азербайджана. Но обо всем по порядку. Октябрьский переворот 1917 года в Петрограде принес советскую власть и в Баку. Хотя в марте 1918 года Закавказье по решению Закавказского сейма отделилось от Советской России, 25 апреля образовался Бакинский совет народных комиссаров под председательством Степана Шаумяна. Военным комиссаром стал Карганов, а наркомом просвещении Коригян, Габриэлян. Еще ряд армян занимал высокие пасты. В мае того же 1918 года была провозглашена независимость Грузии и Армении и образовано новое государство для кавказских татар. Так до того времени называли азербайджанцев. Сами же они называли себя просто мусульмане. Вот как описывает это основоположник историографии Азербайджана Евгений Александрович Пахомов. При распаде Закавказского комиссариата на Грузию, Армению и Восточное Закавказье возникло предположение основать государство, объединяющее всех так называемых азербайджанских тюрок, как России, так и Персии. Этому государству временно дано было название Азербайджана по названию Северной Персидской провинции. Идею эту осуществить не удалось, и в состав новой Азербайджанской республики вошло только Восточное Закавказье, но название пришлось оставить за неимением лучшего. После установления советской власти Баку стал столицей этой республики. Позже, сводом в 1937 году, Конституция Азербайджанской ССР, составлявшая примерно 50% ее населения тюрки, по искусственному названию республики, получили искусственный же этноним – азербайджанцы. Тем не менее, после военного и революционного лихолетия нужно было поднимать пришедшую в упадок промышленность Баку, налаживать мирную жизнь. Для этого старые кадры, опытные инженеры, экономисты, юристы, врачи, рабочие, значительная часть из которых были армяне, включились в работу. В первые годы советской власти производство и культурное строительство продвигалось в основном специалистами – русскими, армянами, евреями. Национальных тюркских кадров было мало. Это было обусловлено их образовательным уровнем на тот период. С установлением советской власти жизнь армян в Баку постепенно налаживалась. Люди возвращались в родной город, открывались армянские школы, театр. Начало создаваться уникальное сообщество – бакинские армяне, в котором армянская культура тесно переплелась русской, азербайджанской культурой и культурой других народов, проживавших в Баку. Жители Баку в советское время – это преимущественно русскоязычный народ, который состоял из армян, евреев, татар, немцев и русских. Социальная политика советской власти создала на первых порах условия для сближения наций, отодвинув на второй план национальные противоречия. Армянская община города вновь получила возможность развиваться. Армянское население города компактно проживало в таких районах, как Завокзальный, Арменикент, Хутор Воровского и других, плотно населело центр города. До 50-х годов многие вывески на учреждениях, магазинах, мастерских были на русском и армянском языках. Интересно отметить, что автором государственного герба Азербайджанской ССР был художник-график Рубен Шхьян. В сфере образования среди лучших учителей по всем дисциплинам было много армян, а в вузах Баку преподавали такие видны ученые практики, как правоведы Данил Бек, Саркисов, Манасян, экономист Арзуманян, проректор Азербайджанского государственного университета, нефтехимики Багдасаров и Иоаннасян, медики отец и сын Амиржановы и сотни других специалистов во всех областях науки. У истоков азербайджанского кино стоял выдающийся армянский кинорежиссер Амо Бек Назаров, поставивший в Баку ряд фильмов, в том числе по пьесе, видного азербайджанского драматурга Джабарлы «Севиль» в 1929 году. Артемий Эвазян, один из основателей советского джаза, также жил неподалеку от набережной Баку, на улице Меркуривской. Алексей Кемян вошел в историю единственным в мире композитором, помните, наверное, «Снегопад, снегопад», «Не мети мне на косы», лиричным и душевным, с погонами генерала милиции. Видную роль в театральной жизни города играли народная артистка республики Шамкорян, заслуженные артисты Адамов, Аллегров, Саркисов, отец звезды российской эстрады Ирины Аллегровой и другие. Рано ставил родной город и Евгений Петросян. Он с 1961 года в столице. А вот тяга к сцене и публичным выступлениям зародилась у него еще в школьные годы. Выступал в домах культуры. Впервые появился перед зрителями в Дворце культуры имени Шаумена. Карен Аванесян – прекрасный комик, также родом из Баку. На Бакинскую набережную любил приходить известный режиссер и актер Сергей Газаров. Здесь прошли его детство и юность. Отдельного упоминания заслуживают песни бакинских армян. Они наполнены тоской о родине, воспоминаниями о счастливом детстве, грустью из-за невозможности вернуться на родину и в свои дома. Песни бакинских армян слушают как русские, так и армяне, которых жизнь раскидала по городам и странам всего белого света. Самый известный исполнитель – Борис Давидян. Бока – бакинский армянин. Неформальный исполнитель. Очень популярный в Баку 70-80-х годов. Не исключено, что на бульвар залетали голуби будущего известного дрессировщика Михаила Багдасарова. В большой семье Багдасаровых были уверены, что место Миши в зоопарке или на арене цирка. И не ошиблись. Михаил Багдасаров стал дрессировать тигров и львов. И добился славы. Воспитал достойную смену. Его дети – Карина и Артур – тоже стали знаменитыми дрессировщиками. Радио Хайк. Голос армянской диаспоры. Армянская музыка. Новости Армении Ацаха. Скачивай бесплатное приложение Радио Хайк в App Store и Google Play и оставайся на армянской волне. Совсем недавно на сайте азербайджанского информагентства «Тренд» был помещен видеоматериал, в котором искусствовед Эльчин Али Бели с фактами на руках убеждал слушателей и зрителей в том, что армяне все украли у азербайджанцев – от музыки до литературы. Думается, названному искусствоведу будет полезно вспомнить забытый именно великолепных армянских музыкантов, сыгравших огромную роль в становлении и развитии азербайджанской культуры. Первым музыкантом, исполнившим на кларнете «Восточную музыку на Кавказе», был дедушка уже покойного кларнетиста Георгия Агабабова. Дудукис Сергей был призван в царскую армию, где в духовом оркестре научился играть на кларнете и привез его с собой в Баку. Одним из основоположников прогрессивной школы искусства мугама в Азербайджане был кларнетист Каро Чанчоглян. Родом из Ленинакана он в 50-е годы записал все основные виды мугама на азербайджанском радио, которые исполнялись и хранились в Золотом фонде вплоть до 80-х годов прошлого столетия. Это были просто шедевры восточной музыки. Могила Каро долгие годы была местом паломничества бакинских музыкантов. Но записи его сегодня, скорее всего, уничтожены толерантными любителями музыки, а может быть, переименованы и присвоены. Вторым гигантом исполнения мугама на кларнете в Баку был Георгий Мартиросов, заслуженный деятель искусств Азербайджана. В 80-е годы у него был свой ансамбль Гюльшен, который базировался в Дворце культуры имени Шаумяна. Его искусство до сих пор считается непревзойденным. После одного из концертов Георгию на сцену вышел лучший в те годы азербайджанский кларнентист Велий и при всех признался «Жора, ты самый лучший». Основоположником исполнения мугама на Кеменче в Баку был знаменитый Нефтон Григорян, выступление которого чуть ли не каждый день показывали по бакинскому телевидению. Он великолепно играл в ансамбле народных инструментов азербайджанского телевидения, записал и сольные пластинки. Его шуштер до сих пор исполняется как классика. А чуть позже лучшими стали Борис Керапян и Давид Айриян. Интересно отметить тот факт, что обычно на правительственных концертах в оркестре играли азербайджанцы, а в записях, в программах телевидения и в документальных фильмах – армяне. Среди гитаристов лучшим исполнителем мугама был Сурен Меграбян, работавший в ансамбле Зейнаб Ханларовой. Думается, даже самый ярый поборник чистоты азербайджанской культуры не стал бы отрицать тот факт, что лучшим из лучших вокалистов, певших мугам, был ныне покойный легендарный Жора Кирвабацкий, Георгий Амирян. В самом начале 20-х годов прошлого века Иоаннасян создал первый ансамбль народных инструментов Азербайджана и долгие годы руководил им. В 1930-40-х годах ведущим таристом в Баку был Сагамон Сейранян. В Азербайджане его знали как Сейранова – первый руководитель Государственного оркестра народных инструментов Азербайджана. А ведущей солисткой, исполнительницей азербайджанских народных песен филармонического ансамбля народных инструментов была Роза Балаян. Ну а про репертуар Рашида Бейбутова, где самыми популярными были песни советского композитора армянского происхождения Андрея Бабаева «Я встретил девушку и необыкновенные глаза, которые распевала вся страна. И говорить нечего». Несколько слов про Андрея Аванесовича Бабаева. Он родился 27 декабря 1923 года в селе Мысымна Мартунинского района Нагорного Карабаха. Начальное музыкальное образование получил в Шуши. В 1950 году закончил Бакинскую консерваторию по классу композиции, а в 1953 году – аспирантуру Московской консерватории. Но еще до получения официального музыкального образования в 1939-1941 годах работал помощником дирижера Оркестра Азербайджанских народных инструментов Азербайджанского радио. В 1941-1945 годах был художественным руководителем ансамбля песни и пляски Бакинского гарнизона. В 1950 году уехал в Москву, где и скончался 21 октября 1964 года. Похоронен на армянском кладбище в Москве. Эти и многие другие музыканты-армяне активно участвовали в развитии и популяризации азербайджанской народной музыки, при этом исполняя мугамы зачастую лучше самих азербайджанцев. Говорят, что человек, постигший национальную музыку другого народа, уже не чужой для него. Возможно, так оно и есть, но в отдельных случаях все зависит от народа, музыку которого постигает музыкант. Армянские атлеты разных поколений своими блестящими победами и рекордами умножали славу азербайджанского спорта, крепили его авторитет. К сожалению, их имена в республике, которой они отдали лучшие годы своей жизни, свой талант и вдохновение, забыты. Забыты официозом, чиновниками, которые просто вычеркнули армян из славной истории города на Каспии. Но Тарьяна и Саядовых, Арунова и Мартиросова, всю гандбольную семью Аванесовых, всех Каспаровых и многих других армян. Конечно же, не забыли те бакинцы, с кем играли ни в одной команде. Выходили вместе на борцовский ковер или боксерский ринг, сидели рядом за шахматной доской. Спортивное братство существует, и чувство это не вытравишь из сердец людей, которые проносят его через всю жизнь. Борьба в Азербайджане всегда была особенно популярна, и слава азербайджанского спорта, выходя на борцовский ковер, умножали спортсмены разных национальностей, в том числе и армяне, которые добились выдающихся успехов. Золотой медали был удостоен представитель Азербайджана, борец из Кировобада Артем Тарьян. Его успех был особенно значимым, если учесть, что он стал первым спортсменом Азербайджана, завоевавшим титул чемпиона мира. За годы неаполитанского чемпионата Тарьян завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Хельсинки, а в 1951 году он стал чемпионом СССР и по вольной, и по классической борьбе. Тарьян вписал одну из самых ярких страниц в историю азербайджанского спорта. В 1961 году бакинец Армаис Саядов выиграл в Экогаме золотую медаль чемпиона мира по классической борьбе, повторив достижения Артема Тарьяна. А старшему брату Армаиса Георгию Саядову покорилась другая вершина. Он стал одним из победителей, прошедшего в Тегеране в 1957 году первого розыгрыша только что учрежденного Кубка мира по вольной борьбе. В конце 30-х годов лучшим боксером страны среди мухачей, так называли представителей наилегчайшей весовой категории, по праву считался неоднократный чемпион СССР бакинец Левон Таймурян, погибший в 1941 году в боях с фашистскими захватчиками. Армяне играли видную роль в шахматной жизни республики. Владимир Багиров стал первым шахматным гроссмейстером Азербайджана. Если с полной беспристрастностью составить лучший список спортсменов за всю историю Азербайджана, то возглавить его должен без сомнения Гарри Каспаров. 15 лет носил он титул чемпиона мира по шахматам. Дольше были лишь легендарные Эммануил Ласкер и Александр Алехин, и больше чем кто-либо другой способствовал славе азербайджанского спорта. Многое сделал для популяризации шахмат в республике. Бакинский гандбол неразрывно связан с именем заслуженного тренера СССР Сергея Аванесова, который многие годы тренируя женскую команду автомобилист из Баку и сборную Азербайджана, завоевал славу одного из ведущих наставников страны. Лучшим игроком футбольного клуба из Баку-Невчи в 60-х годах ее главным бомбардиром, душой и организатором всех атак был, безусловно, Эдуард Маркаров, которому команда во многом обязана всеми своими успехами в то время, в частности, выигрышем бронзовых медалей чемпионата СССР 1966 года. Одним из наиболее техничных игроков за всю историю советского футбола Маркаров выступал за сборную СССР в чемпионате мира 1966 года, в котором советские футболисты удостоились бронзовых медалей. О том, какое значение имела игра Маркарова для бакинского Невчи, говорит такой факт. В 1971 году Маркаров покинул Баку и стал играть за ереванский Арарат. С потерей лучшего игрока Невчи стал терпеть одно поражение за другим. Оказался в конце турнирной таблицы и в том же сезоне вылетел из высшей лиги. Арарат напротив с приходом Маркарова начал стремительное восхождение к вершинам советского футбола. Завершившийся в 1973 году с завоеванием в один сезон и золотых медалей чемпионов страны и Кубка СССР. Фабрика Вернисаж Истории Сувенирная продукция исторической направленности, символика Армении. Изделия из литиевого камня и бронзы. Собственное производство и 3D-лаборатория. Онлайн заказ на сайте вернисаж-history.ru Однако непосредственно национальная жизнь армянской общины с годами затухала. Отсутствовали какие-либо армянские общественные организации. Армяне стали реже посещать армянский народный театр, что послужило причиной его закрытия. Армянская апостольская церковь города Баку в рамках советских традиций не могла играть заметной роли в жизни армян. Все меньше детей отдавали родители в армянские школы. Это привело к резкому сокращению их количества, а в последние годы их не осталось и вовсе. Всем их говорили в основном по-русски, поэтому новые поколения бакинских армян постепенно утрачивали родной язык. Искать причину этого в том, что армянский язык не является необходимым для продвижения в жизни, неубедительно. Даже за рубежом армяне стремятся сохранить родной язык. Здесь, видимо, имели место другие причины, обсуждение которых – тема для другого разговора. Служебный рост армян был заметно ограничен, а плоды их интеллектуального и творческого труда часто приписывались азербайджанцам. Это было частью общей тенденции. За счет исторических и культурных реалий армянского народа, а также иранского, талышского и народов Дагестана, искусственно удревнить и обогатить историю и культуру Азербайджана, лишая народы, проживавшие на землях бывшей российской многонациональной губернии, в том числе карабахских армян, их исторического прошлого. Очень многие бакинские армяне живо интересовались историей и культурой родного народа, сопереживали его успехам и неудачам, гордились тем, что они армяне. То есть, будучи оторванными от жизни нации, они в душе оставались армянами. Взаимоотношения армян с азербайджанцами на бытовом уровне носили вполне лояльный характер. Да, в глубине души каждого прежняя вековая взаимная неприязнь оставила свой след. Это, впрочем, не мешало искренней дружбе между многими армянами и азербайджанцами. Сложившаяся за столетия армянская община Баку прекратила свое существование. Армяне были изгнаны из этого города, оставив в нем плоды своего труда, свои дома, имущества, могилы близких и частицу своих сердец. 400 тысяч армян, покинув Баку, и другие города оставили здесь не только свои очаги, 75 тысяч квартир только в Баку, но и сотворенные многими поколениями культурные и материальные ценности, которыми пользуется и гордится эта республика. В те времена сами азербайджанцы-бакинцы с горечью говорили. Вот, золотые головы уехали, золотые зубы понаехали. Но таких бакинцев было меньшинство, и оно проиграло битву за свой город, которого больше нет. Сейчас бакинские армяне живут во многих странах мира, особенно большие общины в России и США. В США сформировалась достаточно мощная диаспора бакинских армян. Их число примерно 50 тысяч. Проживают они в городах Нэшвилл, Нью-Йорк, Сиэтл, Сан-Франциско. Здесь построены армянские церкви, открыты школы, в которых преподают армянский язык. В соборе Святого Вартана в Нью-Йорке и в Сан-Франциско установлены памятники в память о жертвах погромов. А там, на берегу Каспия, сегодня фактически отсутствует какая-либо информация об историческом вкладе армян в развитии города Баку. Наоборот, власти предпринимают гигантские усилия и действия для того, чтобы искоренить историческое прошлое армян в жизни Баку и предать его забвению. Время действовать прямо сейчас. Скидки на кровлю зависят от вас. Просчитай свою выгоду. Супер скидки на кровлю в кровельном центре. 8 800 1700. Звонок бесплатный.